Здарова, бихолдеры! И отдельный привет злобоглазам с Бусти. Вы на канале Кроноса, и сегодня мы посмотрим на фанатскую расу отрекшихся из третьего Варкрафта. Немного пояснений. Это неофициальная раса, ссылку на скачивание которой можно будет найти в комментах, соцсетях или описании. По моему мнению, автор этой и трёх последующих рас, которые я буду точно рассматривать, проделал великолепную работу. Так что если отрекшиеся вам показались интересными, советую как минимум найти эту карту и скачать её. Лора в этом ролике практически не будет. Раса фанатская, созданная с нуля, поэтому мы в основном будем смотреть на механики и на визуал. Озвучки здесь тоже не будет. Юниты отрекшихся используют голоса других различных юнитов третьего Варкрафта. Баланс тоже идёт лесом. Тестировать всё это на киберспортивность нету ни времени, ни желания. Самое главное, чтобы всё было весело. А и напоследок парочка слов про перевод. Все эти расы и все эти карты полностью на английском. И я решил не заморачиваться литературным переводом. Так что транслейт будет максимально дословный. А если и будет какой-нибудь уход в сторону литературности, я поясню почему. Итак, у нас нет времени на игры, так что поехали. Я думаю, людям, которые хоть раз играли в игры от Blizzard, знакомо имя Артас Минитил. Замечательная личность с огромным послужным списком. Убил отца, отдал эти земли во власть тьмы. И вот, казалось бы, идеальная форма правления. Но в один момент его власть над мертвецами ослабла. Та нежить, что получила свободу воли, назвала себя Отрёкшимися. Или Отрекшимися, они сами не смогли определиться. Мы Отрекшимися, мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Теперь все видят, пришло время Отрёкшихся. Они заняли руины Лордерона, и править ими стала Леди Сильвана Ветрокрылая. Старая Сильвана была прямо интересным глубоким персонажем. Впрочем, несмотря на то, что Близзы издеваются над своими творениями, комьюнити про творения Близзов не забыла. Я хочу рассказать вам про фанатский сервер Сирус. Проект жив уже больше 10 лет, и в сутки на нём играет более 60к игроков. Причём недавно даже пришлось открыть дополнительный сервер, чтобы снизить нагрузку на остальные. Сам сервер, кстати, основан на любимом многими 3.3.5, и на нём активно поддерживают PvP и PvE составляющую. Если ты планируешь играть Оренки с Братюней, или бесконечно фармить Артаса с Йоксороном, то у меня для тебя есть отличные новости. Для подобных игроков на Сирусе заготовлен специальный призовой фонд. И конечно же перед тем как начать, тебе предстоит выбрать сервер. Максимально классический экспириенс это Алгалон. Это у нас ванильный вотлук. PvP в любой части карты, X1, Ганки на кладбище, всё как ты любишь. Скорж немного другой. Это самый старый мир, на котором обкатывают все последующие разработки PvP и PvE контента. Все нововведения доступны именно здесь. Как только твой эльф достигнет 80го уровня, тебе откроется уникальная система прокачки. Усилки и чёрные бриллианты. Если тебе хочется вернуться в WoW, но ощутить что-то новое, регайся на Скоржа. Самый новый сервер это Сирус. Так что если тебе хочется побегать в ещё не полностью обжитом мире, где все уже выформили себе непобедимого и спят верхом на золоте Аки живой Саферон, тебе сюда. И везде тебя ждут Оренки на любой вкус. Новые расы, такие как Дворфы Чёрного Железа. И новые Локи, к примеру, Остров Толгород. Будь ты хоть новичком, хоть рыцарем смерти 58го уровня, Сирус позволит тебе получить максимум удовольствия от мира Варкрафт. Переходи по ссылке в описании, выбирай игровой мир и начинай свой путь к вершине. А теперь посмотрим на игровую реализацию одной из рас мира Вов в мире Варкрафта 3го. Центр любой базы Отрекшихся – монастырь. Сюда относят добытое золото, тут обучают служителей. Как и у обычной нежити, здания Отреков распространяют вокруг себя проклятую землю, и абсолютно все здания, кроме монастыря, строятся именно на ней. В дальнейшем монастырь нужно будет улучшить до Мавзолея, а Мавзолей – до Города Мёртвых, если вы захотите открывать новые здания, юнитов и технологии. У каждого из этих зданий на старте есть способность «Взор Бледной Госпожи». Pale Ladies Gaze. При применении над зданием появляется призрак, который атакует врагов на большом расстоянии. Фактически, здание превращается в слабенькую турель. Во втором Старкрафте, насколько я знаю, у Протаса в мультиплеере есть нечто похожее. Взор действует долго, при этом Банши продолжают стрелять даже после разрушения монастыря, только вот перезарядка у способности очень долгая, так что не стоит активировать её в ответ на любой чих со стороны врага. Servants – служители – это рабочие Отреков. Они строят здания, они добывают золото. Строят они, как и большая часть других рас. Прячутся внутри основы здания, пока то строится. Золото они добывают по старинке, проклинать его не надо, а вот древесину они добывать не умеют. Для этого нужно немного доплатить, и служитель превратится в фантома. Подобные существа на базе служат добытчиками древесины и пушечно-мясными стрелками. Фантом сильнее, чем любой другой рабочий, и требует всего единицу еды, но хороший ударной силой назвать их язык не поворачивается. Это скорее помощники при защите базы, чем полноценные бойцы. Бьют они слабо и недалеко, но умеют атаковать воздушные цели. Строить тоже умеют, но только башни. И дерево они добывают довольно необычно. Фактически они сами по себе являются точкой сбора, и после трёх ударов по дереву телепортируют добытую древесину сразу же на базу. Никаких дополнительных лесопилок по мере вырубки леса вам не понадобится. В гробнице обучают основные войска отрекшихся. Первый доступный юнит – Dark Rogue – Тёмная Разбойница. Это женщина-отрекшаяся с парными клинками. За свою цену это очень сильный ударный юнит. У неё хороший урон и высокая скорость атаки, но мало здоровья и нету никакой брони на старте. Впрочем, на родной земле разбойниц убивать намного сложнее. Когда они стоят на проклятой земле, у них намного сильнее возрастает скорость регенерации. Все отрекшиеся не регенерируют своё хп, они восстанавливают его только на проклятой земле. Но разбойницы делают это особенно быстро. И даже вне базы большая толпа таких девиц способна нестандартно себя подлечить. После смерти они заливают небольшую территорию проклятой землёй. Эта способность называется Forsaken Restore – Восстановление Отрекшихся. Ещё в гробнице можно исследовать Face Strike – Фазовый удар. Это усиленная версия заклинания «Скачок». Телепортация на короткое расстояние, которое дополнительно усиливает урон и броню разбойниц на небольшой период времени. Блинк – это всегда хорошо, сталкеры соврать не дадут. А тут он ещё и даёт огромный бурз живучести и урона. На выходе получаются безумно опасные барышни. Второй доступный юнит – это импуза. Основной стрелок рас – женщина, отрекшаяся с большим луком. Не имеет поначалу никаких способностей, но стреляет быстро и сильно. Да и запас здоровья не такой уж и плохой. В гробнице для них можно разработать две пассивные способности. Первая – Синистер Эрроу – Зловещие Стрелы. Они снижают при атаке броню на 2 единицы, и этот эффект не складывается. Вторая способность – Дайинг Эллидженс – Смертельное Изящество. Эта обилка даёт большой шанс проигнорировать часть входящего дальнобойного урона, что превращает импуз в прекрасных дуэлянток в борьбе с вражескими стрелками. Боец крайне простой и крайне эффективный. Пачка таких будет выдавать отличную огневую поддержку на абсолютно любом этапе игры. На поздних этапах игры у отрёкшихся открываются костиходы – Боунболкер или костяные големы. Похоже на Паганище, только Паганище собирают из кусков мяса, а этого парня, судя по всему, собирали из самых разных костей, которые смогли откопать. По своему назначению это танк – ходячая машина для впитывания урона. У голема хороший запас здоровья и брони, но для такого позднего бойца очень низкий урон. Впрочем, он умеет отбиваться от летунов, стреляет шипами по воздуху. Однако, если костиходу оставить мало хп, у него включится Fueled Rage – подпитка яростью. Эта пассивка значительно увеличит наносимый големом урон и уменьшит входящий, примерно как каменные доспехи горных великанов, но более сильные. Дополнительно, в гробнице можно изучить способность помешанность – Deranged. Это классическое безумие – Берсерк. Костиход впадает в ярость и начинает быстрее бегать и бить, но получает больше урона. А он не особо-то и против, потому что когда у него останется мало здоровья, он отомстит всем, кто его обижал. Очень хороший боец, у меня никаких претензий нет. Сначала будет впитывать кучу урона на передовой, а потом начнет раздавать люлей. Медленный только, но это вполне честно. Кузней для отрекшихся выступает Ассуарий. Это такой склеп, где хранятся кости. Тут улучшают оружие и броню воинов, а также могилы. Грейв – это местная ферма, которая производит чуть-чуть меньше еды, чем Зикурат или Ойраще Логова, но стоит недорого и постепенно в себе откапывает один труп. Их отрекшиеся тоже умеют использовать, как и плеть. Из уникальных апгрейдов в Ассуарий можно изучить Dark Bear Aura – ауру темного носителя. С ней могилы рядом с собой будут повышать башням урон на четверть. Если вы хотите защитить свою базу, строите Ruin Tower – руины башни. Здесь все как у Альянса. Изначально она безоружна, но ее можно улучшить в три дополнительные вариации. Wicked Tower – нечистая башня, стреляет по всему, но не особо эффективно. Wild Tower – мерзкая башня, лупит по воздуху с приличным уроном. Misery Tower – башня горя, стреляет только по земле и наносит рукопашный урон. Впрочем, ее снаряды рикошетят. И что самое страшное, они могут рикошетить туда и обратно, между двумя юнитами, нанося огромный урон. В общем, выбор есть на любой вкус. А знаете, о чем я подумал? А ведь в этом есть логика. Это же осколки Альянса, бывшие люди. Было бы логично, если бы у них многие здания и юниты отсылались на Альянс Лордерона, а не на плеть. Хотя, впрочем, так и есть. Вы видели их монастыри, они это в принципе просто переделанная моделька ратуши. И мне это нравится. Алтарь мучений, Altar of Torment, призывает героев. Они будут в самом конце ролика. В раскопанной сокровищнице, Burial of Fortune, можно покупать предметы. Их для расы тоже добавили несколько уникальных. Зелье ясности восстанавливает ману в течение долгого времени, имеет несколько зарядов и может быть применено на союзных воинов, не только на героев. Маска восстановления это свиток регенерации. В течение некоторого времени лечит всех рядом с героем и имеет два заряда. Ритуальный том герою дает два заряда способности «Смертельный союз». Герой убивает дружественного бойца и забирает его здоровье себе. Терапевтический эликсир это зелье лечения с двумя зарядами, которые нельзя выпить залпом. Посох-пиявка позволяет вытягивать из врага одновременно и ману и здоровье. По-моему, в одном из патчей WoW у варлоков была такая способность. Вполне возможно даже, что это было похищение души. И, наконец, Сфера Злобы делает автоатаки героя замедляющими и позволяет атаковать летающих юнитов. На этом заканчиваются базовые постройки. Для дальнейших необходимо построить мавзолей. Плейкториум, чуматорий, обучает магов отрекшихся. Спектр, которых я перевел как «привидения», потому что это, в принципе, привидения, просто их в русском языке примерно миллиард названий. На старте умеют кастовать Shadow Call, Зов Теней. Этот спелл повышает максимальное хп и скорость бега дружественного юнита. Можно поставить на автокаст. С учетом того, что все базовые юниты расы довольно хлипкие и довольно шустрые, это выглядит как идеальный баф для этой расы. Второй спелл – Поглощение, Consume. Сжирает все бафы по области, наносит урон призванным существам и дает призраку ману за съеденные бафы. Впрочем, последняя у меня почему-то не работает. Будем считать, что это просто рассеивание чар. Финальное заклинание – Блар, Размытие. Это баф суперзмейной ловкости – 50% шанс у юнита уклониться от вражеской атаки. С учетом того, что армия от реков скорее хрупкая, это сверхполезный баф, хотя справедливости ради он был бы полезен абсолютно у любой расы. Герои под ним становятся в принципе практически неубиваемыми. Но это еще не все. Два призрака могут соединиться и превратиться в более мощное существо. Я перевел это как Морок. Морок – это сильный боец иммунный к магии, который атакует и по земле, и по воздуху, причем по земле по площади. Только вот дальность стрельбы не очень высокая. И это на самом деле Архонт из Старкрафта. Это литерали Архонт из Старкрафта. Ну разве что добавили иммунитет к магии. Но я, впрочем, не против. Я трындец, как люблю Архонтов. Впрочем, есть минус. Морок довольно плохо защищен. Второй доступный маг – это Аппотекари. Его можно перевести кучей способов. Аптикарий, Апотекарий. Но, наверное, лучше всего будет переместить как Фармацевт. Потому что в Вове у нас есть Королевское Фармацевтическое Общество, в которое нередко вступают отрекшиеся. Фармацевт – это маг, который специализируется на поддержке юнитов с помощью зелий. Первая доступная ему варева – лечебная, под названием Remedy Splash, которую я перевел как выплеск лекарств. Действует аналогично исцеляющему газу героя-алхимика. На землю выливаются три волны целительной жижи, которая лечит по площади, при этом всех подряд, включая врагов. Хороший массовый отхил, но смотрите, куда его кидаете. Вторая способность – Acerbic Potion. Едкая настойка. Это у нас площадной дебаф, который снижает скорость бега и шансы на попадание. Слитер или винные пары пандорийского пивовара. Опять же, далеко не самый плохой дебаф. Впрочем, будьте аккуратны, своих он тоже не щадит. Финальный спелл – Death Fumes – Пары Смерти. Фармацевт создает котел с чумой, который лечит и калечит на большой площади в процентном соотношении. Эдакий злобный дух-целитель. Суммарно он лечит меньше, но он сразу же и бьет, и лечит. Поэтому на самом деле способность очень интересная. С другой стороны, он действует всего 15 секунд, а 15% хп и здоровья – это на самом деле не так уже много. Хотя для поздней игры с толстенными мобами – сойдет. Последний маг из Чуматория – это Death Guard – Страж Смерти. Сильный маг, который синергирует с трупами и очень эффективный в открытом бою, потому что на него распространяются улучшения оружия и брони, и у него довольно неплохой запас здоровья. На старте Death Guard умеет поглощать души, но на самом деле он жрет труп и тем самым восстанавливает себе ману. Он начинает с заклинанием Корп Спайл – Гора Трупов. Эта способность чумит землю и спавнит вокруг себя в течение нескольких секунд трупы, но сама по себе гора является юнитом, и ее можно просто убить. У Стражей, кстати, нет уровней мастерства в стиле ученик-подмастерье-мастер. Их мана и хп не растет с исследованиями, а заклинания исследуются отдельно в любой последовательности. Forlorn Cell – Клеть Одиночества. Снижает входящий магический урон, пока не поглотит 600 дамага. Это в каком-то смысле антимагический щит баньши, но с другими цифрами. Второе заклинание – Necrotic Oath. Нечистая клятва – это минутная немота на одну цель. Впрочем, на героев действует совсем недолго. Спелл сравнительно недорогой, и вражеских магов он отключает, ну честно говоря, до конца жизни. Потому что маг, который не способен колдовать, скорее всего, долго не проживет. Как по мне, прекрасный маг поддержки, у которого отличные и заклинания, и характеристики. Минуса всего два. Довольно медленно стреляет, и не бьет по воздуху. В катакомбах строят осадные орудия, и воскрешают основные летающие войска. Анагр – это катапульта с кислотными снарядами, которые бьют очень слабо, но сжигают все кислотой, которую в дальнейшем можно улучшить. По юнитам из анагров стрелять бессмысленно, урон там абсолютно минимальнейший. А вот по зданиям нужно стрелять либо по очереди, либо по большим скоплениям. Потому что основной дамаг будет наносить кислота в течение нескольких секунд. Сам камень наносит урона, ну просто по минимуму. Обстреливать одну постройку целой кучи анагров практически бессмысленно. Да, и кстати, кислота действует по классическому принципу яда от Близзард. Яд не может убить. У здания останется единичка хп, которую нужно будет пробить. Беллигер, который я буду называть или костяным танком, или стеноедом. Это мой любимый юнит во всем ростере. Башка дракона, которая катается на колесиках. Я хочу такую игрушку. Бронированная эта тварюшка лучше иной крепости. Ползает как улитка, но зато в ближнем бою люто бешено кусает здание. Впрочем, юнитов кусать почему-то отказывается. Видимо, они невкусные. Уже на старте умеют по команде одновременно пердеть чумой вокруг себя и оглушать окружающих врагов. При помощи способности Блайтспид. Чумной плевок. Дополнительно в катакомбах изучается раскусывание. Фрактур. Эта пассивка дает шанс критануть по зданиям. С четырехкратным уроном. Обычную ферму стеноед способен сожрать за два куся. На самом деле мне сказать нечего. Это осадный танк, но невероятно креативный. Третий юнит из катакомб – Гаргона. Мелкий дрейк, по функциям похожий на Ветролёт Альянса. Сильная противовоздушная атака, слабая осадная атака против зданий. А юнитов атаковать Гаргона не умеет вообще. На старте Гаргона умеет визжать. Но вообще дословно это clearing path. Расчистка пути. Эта обилка вскрывает всех невидимок вокруг Гаргоны. В катакомбах дополнительно изучаются petrify – окаменения. Полностью выводит из строя любого врага за ману. Фактически, ну это обычный стазис. Юнит не может атаковать, юнит не может быть атакован. Ман хватит на то, чтобы скастовать максимум два окаменения подряд. Последний юнит, которого можно раскопать в катакомбах – это blightwing – чумокрыл. Скелет верхом на огромном мертвом стервятнике. Универсальный летун, который способен стрелять по земле, воздуху и зданиям, одинаково плохо против всего. Более-менее нормально они дамажат в толпе. И после того, как вы изучите poisoned arrow – ядовитые стрелы. Такие стрелы можно поставить на автокаст, но у них есть небольшой кд. Они добавляют немного урона и отравляют цель. Но вообще я хочу заметить, что у отреков довольно слабые ввс. И мне даже нравятся блайтвинги. Это такой типичный середняк-лучник, просто с крыльями. Последняя казарма отреков – это cemetery – погост. Тут обучаются элитные воины. Самый лучший боец отрекшихся – это валькира. Могущественная синяя летающая женщина. Валькиры прилично бьют по земле и умеют воскрешать автокастом милишных скелетов в райкулов, которые после прокачки наносят на самом деле довольно внушительный урон. А еще мне безумно нравится, что у них есть борода, лол. Дополнительно на погосте можно выучить объятия смерти. Ну, фактически это лик смерти без дамага. Просто лечение на 400 хп. Валькиры стоят не так уж, чтобы дико дорого, но еды требуют много и, конечно же, долго обучаются. Плюс – беззащитный против летунов. И последний юнит, на которого мы посмотрим – это Wraith Blade – призрачный клинок. Фактически это тень под стероидами, или что даже более точно – дрине из компании. Клинок видит невидимое. И невидим сам. Плюс способен средненько сражаться. Но когда нужно нанести удар, он выходит из стелса. На старте в Wraith Blade колдовать не умеет. Но в погосте можно разучить два заклинания. Первое – Sentient – разумность. Которая поднимает один труп и заставляет его сражаться на стороне призрачного клинка. Эдакое поднятие мертвых на минималках. Важное замечание. Юнит, которого подняли – уязвим. Его легко можно просто убить. К тому же у него не будет заклинаний. Так что воскрешать каких-нибудь шаманов Орды практически бессмысленно. Второе заклинание, которое можно изучить – Salubrius. Врачевание. Фактически это слабая волна исцеления. Один юнит восстанавливает себе 90 хп. Каждый последующий – все меньше и меньше. Всего исцеляется 4 юнита. На себя кидать ее нельзя. Интересный диверсант получился. Причем по статам довольно средний. Но очень интересный своим набором способностей. Чисто юнит поддержки, который, ну в принципе, если припечет, может за себя постоять. И последнее доступное здание – Черный сад. У него две большие функции. Во-первых, здесь можно изучить один из трех взаимоисключающих апгрейдов, которые дают мощные бафы для сада и для ряда юнитов. Также возле каждого сада постепенно появляется до трех трупов. Первый баф – Dark Lady Vengeance. Возмездие темной госпожи. Когда вы его изучите, все обычные отрекшиеся бафнутся. Сюда входят разбойницы, эмпузы, служители и апотекарии. После убийства каждый из этих юнитов получает большой шанс отомстить врагу, продамажив убийцу и воскреснув на некоторое время в виде вейлинг-банши. Стенающий банши. Универсального бойца средней силы. Сад после этого апгрейда превратится в слабую турель, которая способна наносить урон целой кучей бойцов. Этот баф отлично подходит для масс спама юнитов. Вы отправляете огромную кучу темных разбойниц, которые просто порежут всех, а потом эти сволочи еще и превратятся в банши. Второй баф – New Plague. Новая чума или новая гниль. Это исследование специализируется на чумных войсках. Фармацевты быстрее регенерируют ману. Ядовитые стрелы чумокрылов и коррозия анагров становятся эффективнее. Также анагры, стеноеды, чумокрылы, фармацевты и великое поганище – это вызванное существо одного из героев – наращивают 30% хп. А черный сад превращается в огромную газовую камеру, которая начинает вокруг себя заливать все чумой, нанося урон и замедляя врагов в огромной области. Новая чума больше подходит для осады городов, как мне кажется, и в этом в принципе есть смысл. В Овиатреке как раз таки очень любят использовать чуму именно для осады. Последний баф – Cult of the Forgotten Shadow. Культ забытой тени. Это специализация на некромантии. Валькиры с культом забытой тени начинают воскрешать по два скелета за раз. Скелет с опором становится сильнее, а второй скелет достает лук. Плюс, сам спелл на поднятие скелетов становится бесплатным, но дольше перезаряжается. В магазине появляется еще один артефакт – обычный классический Книга Мертвых, который воскрешает сразу четыре скелета воина и четыре скелета лучника. А в Черном саду теперь можно поднимать по два скелета лучника из трупа. В целом мне очень нравится сама по себе идея сада. Это с одной стороны очень позднее здание, в котором нужно провести очень дорогостоящий апгрейд, но как только вы этот апгрейд провели, вы можете строить эти сады в любых нужных точках как отличное защитное сооружение. Как и у любой другой расы, у отрехшихся есть четыре героя. Герой-силовик – это Скардж, Плеть, которого я решил перевести как Каратель. Если дословно его переводить, то это Бич, Плеть, Кара, Слепень. Но все это звучит не очень, поэтому я немного адаптировал имя. Возможно, я исказил изначальный смысл, потому что герой очень похож на рыцаря смерти, у которого отобрали коня и рунический клинок, возможно, раньше он как раз-таки был рыцарем Плети. Но согласитесь, Каратель шестого уровня звучит намного лучше, чем Плеть шестого уровня. Первая способность героя – Грейвблоу – Могильный удар. Каратель жестоко рубит противника в ближнем бою, нанося высокий урон и оглушая цель. Также удар цепляет еще двух врагов, но их не оглушает и наносит только половину урона. Фактически, это рукопашный молот-бурь, но вместо дальнобойности у нас тут АЕ-возможности. И на самом деле, в большинстве случаев я бы предпочел даже обычный молот. Во-первых, могильным ударом не допрыгнуть до воздуха, и у героя не всегда есть возможность догнать цель, а молот только так помогал догонять врагов. Вторая способность – Дредд. Ужас. Каратель издает боевой клич, который понижает урон и броню вокруг героя. Массовое снижение брони – это на самом деле очень полезная обилка. Так что хотя бы одну очку можно вложить и спамить по КД. Благо, висит уже столько же, сколько и перезаряжается. Блайт аура – Чумная аура. Это третья базовая обилка. Раз в несколько секунд каратель слабо лечит всех союзников вокруг себя. Фактически, это бонусная регенерация, но в виде пульсов. Финальная способность – Shadow Ascendant – Воплощение Тени. С помощью темного ритуала каратель создает из трупа Воплощение Тени – мощного рукопашного бойца, способного бить и по воздуху. Воплощение со временем не пропадает. Можно контролировать сразу двух таких, но сам по себе юнит медленно передвигается, и что очень интересно – практически ничего не видит. Поэтому в одиночку он практически беззащитен. Его можно убить даже одной лучницей, если грамотно его кайтить. Плеть, как по мне, это отличный танк. У него есть и оглушение, и снижение урона, и регенерация. Единственный минус – он довольно медленный. Black Hunter – Черная Охотница, или уж скорее, Темный Следопыт. Это лучница, герой с большой ловкостью, но почему-то главная ее характеристика – это интеллект. Первая способность героя – Роковая Стрела, Faithful Strike. Наносит урон по площади и замедляет при попадании. Хорошая обилка для спама. Стоит не очень дорого, урон невелик, но он площадной. Да и замедление для мага всегда сгодится. Плюс сама героиня ездит верхом на мертвом саблезубе, так что двигается она довольно быстро. Вторая обилка героя – Remorceless – Безжалостность. При активации герой получает небольшой бонус к скорости атаки. И эффект ауры меткости, который повышает дальнобойный урон у всех союзников, включая героя. Сам Remorceless можно поставить на автокаст. Мне стреляющая сторона отрекшихся показалась довольно сильной. Да и сам герой под этим бафом начинает неплохо выносить. Так что если хотите прокачать автоатакера, качайте Безжалостность в первую очередь. Третья способность – Пассивная. Риппинг – Пожинание. Дает шанс нанести небольшой дополнительный урон и вылечиться, либо оглушить врага. Эффекты также могут наложиться друг на друга. Бонусный урон невелик, но шансы неплохи. Да и герой сам по себе может атаковать очень быстро, что нивелирует минусы. Финальная способность – Амбра. Охотница заливает область осколками тьмы, нанося урон с каждой волной. Фактически это аналог Бурана или Огненного Дождя. Можно просто выйти из области, но она довольно большая, урон хороший и проходит по зданиям, плюс щадит юнитов самого игрока. Охотница мне показалась довольно интересным героем, потому что ее можно вкачать как в автоатакера, если качать вторую и третью способность, либо просто собрать ей побольше маны и спамить роковые стрелы. Третий герой – Дев Сталкер. Дословно – Преследователь Смерти, но скорее всего имелся в виду Ловчий Смерти. Это Рукопашник Ловкач. Первая способность героя – Паниш. Наказание. Ловчий совершать серию телепортов на врага, нанося урон с каждым прыжком. С ростом уровня растет количество прыжков. Пока Сталкер скачет, он неуязвим. Ближайший аналог, который пришел мне на ум – это Амнислэш героя Джиггернаута в доте. Здесь эта обилка мне понравилась не из-за урона, а из-за возможности избегать урона. Потому что с хорошей реакцией можно уходить, например, из-под моего любимого молотобурь. Вторая способность героя – Шифт. Смещение. Телепортирует его к дружественному юниту или зданию. Рост обилки понижает затраты маны и кулдаун. А также повышается расстояние прыжка. Мобильность – это всегда хорошо. Можно внезапно выпрыгивать из-за стен или быстро уходить от погони, но имха – расстояние не очень большое. Если в эту обилку не вложить три навыка, это просто скачок с дополнительными условиями. Контракт килл – убийство по контракту или охота за головами – это пассивка. С ней каждый сделанный героем фраг лечит его на процент от максимального хп. Идея великолепная, но я хочу заметить, что в гуще битвы иногда очень сложно отследить, кто же нанес финальный удар. Да и сам по себе герой – стеклянная пушка, он не сможет восстанавливать прям дофига хп. Хотя если вы деретесь с нейтральными крипами, вот об них лечиться как раз таки будет удобно. Финальная обилка – Deathbound – Предел Смерти. Которая на самом деле – печать смерти. Примерно как печать преисподней, только смерти. Юнит проклинается, получает немоту и начинает терять хп. Саму печать нельзя развеять. А когда у цели закончится хп, она взорвется, нанеся всем врагам поблизости урон. И честно говоря, это самый невпечатляющий ульт из всех. Для обилки шестого уровня – очень мало урона. Я бы, честно говоря, предпочел обычную печать преисподней. К тому же вы всегда можете просто взять проклятого юнита и отвезти его куда подальше. Ловчий Смерти, наверное, мне понравился меньше всех. Это по идее такой идеальный ассасин-убийца в соло-таргет, но у него всего одна способность, которая наносит урон, да и телепортироваться к врагам он не умеет. Наверное, теоретически можно ему собрать кучу вещей на хп, и он будет просто неубиваемым, но мне кажется, это довольно сложно. Последний герой – Экстерминейшер. Искоренитель. Это у нас маг-специалист по болезням. Первая способность – Вайл Блэст, которую я так и не сумел нормально перевести. Дословный вариант – Мерзкий Взрыв. Я это перевел как Очаг Болезни. Герой заливает область особой чумой, находясь в которой юниты получают небольшой урон, но с очень большой периодичностью. Пару раз у меня эта способность не срабатывала, но я подозреваю, что она активируется как огненный стоп Чародея Крови. Просто нужно дождаться конца анимации. Суммарный урон Очага гигантский, но чтобы урон прошел, надо чтобы из Очага никто не вышел. Да и по зданиям болезнь не бьет. Вторая способность – Вирус. Аналог паразита Наги Сирены. Проклятие, под которым враг теряет хп, а после смерти из него вылезет чудище под контролем игрока. Умереть от вируса юнит не способен, поэтому его придется добивать с руки. Можно поставить на автокаст. Третья способность – Плейк. Чума. Еще одно ААЕ. Вокруг героя скачут ветры и дамажат врагов, самостоятельно наводясь на цели. Финальная способность – Грейтер Абоминейшн. Великое Поганище. Мощный вызванный юнит. Жирный. Бьет и по воздуху, и по земле. В рукопашной бьет по площади. Атаки хаосом. К магии мунин. И заражает врага чумой, как и обычное Поганище. Но тут чума кровавая. Пожалуй, из всех четырех – это мой любимый герой. У него идеальный стиль эдакого лидера фармацевтического сообщества. При этом он очень хороший дамагер, но защищаться никак не способен. Все его обилки дамажат. Нету ни лечения, ни контроля, ни бафов. Да, ультимейт дает ему неплохого телохранителя, но тот тоже не способен никак контролировать врагов. В принципе, это довольно неплохой перенос Афлика или Анхолика из Вова. Навешал на врага дотов, и стоишь радуешься. И на этом у нас кончились здания, юниты, апгрейды и герои. Ролик заканчивается. Давайте подведем какие-то выводы. Из всех четырех – это, наверное, самая непроработанная раса, как ни странно. У нее нет какого-то единого стиля, единой сильной и слабой фишки. Мне понравилось, что у Атреков довольно большой выбор защитных технологий. У них три вида башен, у них черные сады с разными функциями, у них воскрешение скелетов, фермы, которые производят трупы и бафают здания. Слабая сторона, наверное, в том, что у них довольно все сложно с лечением и слабое ВВС, но мне так не показалось. Проклятая земля, опять же, практически ни на что не работает. Да, у них там есть небольшая синергия, например, с темными разбойницами, но на этом все, это единственный юнит, который прям сильно синергирует с проклятой землей. Но если вам эта фракция показалась продуманной и крутой, у меня для вас хорошие новости, дальше будет только лучше. Всего подобных роликов будет четыре, но если они прям хорошо соберут, я обещаю сделать больше. Следующая фанатская раса, это армии Долорана. И пока вы ждете ролика по ней, вы можете подписаться на канал, так вы не пропустите мои еженедельные ролики в ленте. Еще вы можете оставить коммент, каналу это очень поможет. Но намного больше этому каналу помогли мои подписчики с бусте, которых вы сейчас видите на экране. Если у вас есть желание и возможности, вы тоже можете проапгрейдить себя до злобоглаза, дабы упростить для меня выход контента. Все мои платные подписчики получают доступ к роликам на сутки раньше и без рекламы. Более мощные созерцатели получают доступ к бонусным роликам, которые я снимаю после основных. Самые же мощные бронзовые стальные мегамозги получают доступ к специальному чату, где я иногда появляюсь, общаюсь, рассказываю о том, как у меня дела, ною на жизнь и все такое прочее. Особенная благодарность Энди Гринвиллу, Цлейду и нарисованному прямоугольнику. Но даже если вам просто понравилось это видео, значит моя работа выполнена. Но в любом случае, будьте сильнее яда и мы с вами скоро услышимся.